всем привет на связи федор васильев в этом видео небольшой обзор о jumla 4 17 ноября 2017 года вышла jumla 4 альфа 1 сейчас перед вами админка как уже может выглядеть jumla 4 в будущем сразу всех предостерегаю не пытайтесь качать эту jumla с официального сайта и устанавливать к себе и создавать там рабочий сайт потому что альфа 1 обозначает что на ранних стадиях разработки jumla 4 но мы уже ее можем посмотреть что там нового изменения в админке вот так выглядит новый шаблон jumla родной шаблон который идет вместе с jumla интересная такая шапочка с волнистым эффектом но остальное все у нас в принципе похожая форма входа главная страница давайте я авторизуюсь авторизоваться админку мы видим вот такого плана сразу видно изменения да то есть новый дизайн новые цвета это jumla 4 ребята и сейчас по порядку расскажу об этой джумле сразу мы видим такие новые оповещалки у нас будут и другие элементы разработчики решили максимально сгладить переход между 3 и 4 версии jumla начиная с jumla 38 автора расширений могут использовать новое пространство имен и она будет работать как на джуму 4 так и на третьей серии джуму если автор расширения джума 3 не обновить его то она все равно будет работать на джума 4 вплоть до 5 версии jumla 39 выйдет в рамках подготовки к переходу на джума 4 будет содержать все бэкпорты изменений айпи что сделает простой переход основная особенность это совместимость и безболезненный переход на джума 4 итак ребята возможности особенности джума 4 новый улучшенный основной интерфейс основаны на bootstrap 4 использование нескольких пакетов джума фреймворк рефакторинг системы управления событием удалением у тулс из кодовой базы jQuery будет по прежнему доступен но не в ядре что немаловажно более быстрое время загрузки страницы тоже очень мощно скорее всего будет новый медиа менеджер новый шаблон для внешнего интерфейса автора новый шаблон для админки этап внедрения джума 4 начинается с жума 38 уже ребят процесс легкого перехода и совместимости является основным фактором внимание в джума 4 предположительно джума 4 выйдет 2018 году кроме этого джума 39 будет поддерживаться а в течение двух лет джума 4 будет работать только на пхп 7 но скорее всего стабильную версию джума 4 нам предстоит ожидать не ранее 2019 года и джума 3 будет поддерживаться еще два года после выхода джума 4 теперь давайте немножко погуляем по админке джума 4 серии сразу хочется посмотреть редактор да смотрите как интересно он по крайней мере визуально уже выглядит если мы посмотрим на изображение то есть которую я уже загрузил можем поменять имя да и видимо на русском было писать нельзя куда-то у меня изображение уже подевалась крестик закрыть удалить прямо отсюда изображение да то есть вот такие вещи плюс это мы видим размер увеличение минус это уже что-то новенькое достаточно интересное имя файла размер все дела показываются таким образом действительно просто интересно погулять посмотреть на например глобальные конфигурации посмотрите новые ползуночки с такой анимации я считаю достаточно крупные эти ползуночки сделаны а так в целом если смотреть у нас практически похожи до ситуация как в глобальных настройках время кэша все есть продолжительность сеанса давайте посмотрим как выглядит редактор новая статья то есть вот он тот же самый по сути редактор не знаю насчет изменения будет ли он на самом деле проработан как например wordpress а то этот редактор по умолчанию он на самом деле деревянный как я уже говорил в предыдущем уроке вот так это примерно выглядит изнутри можно в принципе попробовать сейчас вывести какой-нибудь статью получится это сделать или нет заголовок изображение но я просто какое-то изображение с компьютера загружу выделяю вставить ну здесь пояснялка просто у меня изображение попробуем сейчас подубавить тут размер вообще вот так не рекомендую я делал джумал я уже говорил лучше на фотошопе сразу это все подогнать как бы чтобы эта нагрузка не вызвала дополнительную категории также нет категории есть уже созданы автоматические категории да давайте red more посмотрим разрыв страницы прочитать больше вот это наша red more какой-то текст так давайте нажмем сохранить закрыть все спрятано в одну кнопочку теперь также можно сделать избранным до статью у нас получилось создать теперь нам нужно вывести это на сайт попробовать нам нужно найти менеджер меню где у нас менеджер меню а вот у нас меню добавить новое меню или есть тут вот даже главное меню вот она у нас главное меню то есть у нас же здесь есть уже главное да сейчас мы выведем сюда статью действительно интересно посмотреть я сам буквально вчера только поставил тут жуму на локальный сервер мы здесь можем видеть что это действительно джумал 4 если вам сильно любопытно можете скачать с официального сайта также extensions . . джумал . work скачать там альфа версию и потестить ее самому так детали здесь мы как обычно ведь у нас структура не изменилась по крайней мере на стадии альфа 1 статья вот у нас внизу единая статья выбор статьи то есть это у нас все есть один пункт меню чтобы вел только на одну страницу да но к сожалению видимо еще на альфа версии это не работает я почему-то не могу выбрать данную статью а если мы с вами сделал список категорий возьмем категорию так категория у нас выбирается нажмем наверное сохранить пойдем на сайт обновимся то есть вот таким образом у нас вроде как статья вылезла пойдем внутрь вот у нас даже на альфа 1 мы видим статья но по структуре до особо никак не отличается все также выводится здесь как и в джума 3 но какие-то уже такие изменения серьезные видно визуально даже не заглядывая там глубоко куда-то вход опять же нужно будет разбираться со всем этим когда уже у нас все выйдет стабильная также модули плагины шаблоны здесь все есть шаблон нас вот он только один по умолчанию пока что может быть будет еще потом модули также мы видим видите все диспан дизайна все вообще изменился иконочки панировочные сухари переводится до хлебной крошки все то же самое главное меню форма входа то есть тоже здесь практически никаких изменений только в плане дизайна я вижу вот такая вот система джума 4 будем с нетерпением ее ждать надеюсь она будет круче лучше а самое главное чтобы они исправили многолетние недостатки до которые мы все уже прочувствовали этот деревянный редактор чтобы пошустрее работал сайт еще чтобы мы могли много навешать всяких компонентов плагинов которые нам необходимы чтобы у нас был очень крутой портал и при этом он очень быстро открывался у конечного пользователя на этом данный обзор я завершаю надеюсь для вас он был интересен и полезен если это так поддержите меня лайком и подпиской на канал также подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании под этим видео на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумли неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции за сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь